Вчера в Лос-Анджелесе прошел премьерный показ El Camino, у нас осталось ровно два дня до выхода фильма. Я не смотрел спойлеры на Reddit или других интернет-ресурсах. Сейчас мы сделаем то, что я должен был сделать еще две недели назад, а именно разобрать трейлер и два новых тизера. А теперь давайте узнаем, что нас ждет в El Camino. Погнали! На данный момент у нас есть три тизера. Видео о главных событиях Джесси и самое главное это трейлер. Начнем с того, что первые два тизера с огромной вероятностью сняты специально для продвижения картины, и эти моменты не появятся в фильме. Обуславливается это тем, что в трейлере и тизерах различается соотношение сторон. Но почему бы и нет? Самый известный пример разных соотношений сторон это темный рыцарь Кристофера Нолана, где меняется соотношение сторон на протяжении всей картины. Но все равно запомним этот момент, переходим к тизеру. Мы наблюдаем за Джесси, который сидит в Chevrolet или Camino, на котором он умчался из последней серии тяжких. Локация похожа на место, где впервые варили мед. Самое интересное и интригующее это радиоэфир, который слушает Джесси. Из него мы понимаем, что говорят о стрельбище из последней серии. Мы узнаем, что полиция нашла 9 мужских трупов. К огромному сожалению, если мы почитаем количество человек в комнате в последней серии, мы получим, что в доме находилось 8 неонацистов. Уолтер девятый, а Джесси десятый. Уолтер мертв, что в принципе и неудивительно, учитывая, что это Винс Гиллиган. Но все-таки Уолтер может вернуться, но об этом немного позже. Переходим к трейлеру. Трейлер начинается с погони полиции за Джесси. Джесси держит пистолет из последней серии. Далее он стучится в дверь. Мы видим тощего Пита и наконец-то видим полностью лицо Джесси. До этого мы его видели только частично. Далее мы видим Пинкмана, лежащего на кровати. Съемки этих сцен мы видели на кадре со съемок. Белье такое же, как и в этой сцене. Далее мы видим, что к нему приходит Барсук. О его появлении мы могли узнать раньше, из инстаграма Мэтта Джонса, самого Барсука. По Джесси видно, как он быстро ест и даже не обращает внимания на Барсука. Что еще раз подтверждает, что событие происходит сразу после сериала. Далее мы видим, что Джесси даже моется с пистолетом. Возможно он не доверяет Питу и Барсуку, но скорее всего он просто опасается, что в любой момент его может настигнуть полиция. Мы видим шрамы после плена неонацистов. Наконец-то мы видим Джесси во всей красе. Он вернулся в свой привычный облик и теперь начинается самое интересное. Увидев эту сцену, я как и многие подумал, что это сцена, когда Уолт убил Майка. Но конечно все не так просто. Если мы сравним эти сцены, то мы поймем, что это другая локация. Да, тут так же, как и в той же сцене присутствует речка. Но по остальному ландшафту мы можем увидеть, что это абсолютно другое место. Но кто же эти персонажи? Давайте взглянем на машины по сети героев. Правая очень похожа на машину Джесси, которую он приобрел в пятой серии второго сезона. Кстати, в той же серии Джесси присматривался к Эль Камино. Продается? А вторая машина очень напоминает машину Майка. А учитывая, что Джонатан Бэнкс подтвердил свое участие в Эль Камино, можно сделать вывод, что флэшбэком быть. В следующем кадре мы видим, как Джесси сидит в машине, а слева от него приезжают полицейские машины. Непонятно, Джесси ли в этой машине. Если это он, то машина будет меняться как минимум трижды. Далее мы видим второй флэшбэк в этом трейлере. Это лаборатория на базе неонацистов, где Джесси варил мед. Предположу, что на заднем плане мы видим Кенни, Тодда и Джека. Первые два, по слухам, должны были появиться в фильме. Об этом я говорил в одном из прошлых видео. На переднем плане мы видим фото, закрепленное к стене. С крепкой, которая держит фотографию, Джесси выбрался из плена в 15 серии 5 сезона. В той же серии Тодд убивает Андрео. Знаете, ничего личного. Ну а что же с Броком? Давайте пересмотрим убийство Андрея. Тодд осматривает дом, и как мы можем понять, не видит Брока. Если бы Брок был дома, то Тодд его бы точно убил. Мы не знаем судьбу Брока. Возможно, он умер за кадром, но я предположу, что он жив, а в момент убийства находился у бабушки. Бабуль, ты же хотела Брока на ночь оставить. Далее мы видим новую машину Джесси. Две линии на ней напоминают две линии из постера фильма. В следующем кадре, скорее всего, мы видим очередной флэшбэк. Можно предположить, что Джесси закапывает труп Андрея. Машина, на которой лежит труп, вероятно, пикапная у нацистов. А далее мы видим другую машину. Она больше похожа на новую машину Джесси. И пару людей. Сказать, кто это, мы точно не можем. После этого мы видим, что Джесси что-то ищет. Думаю, что действие происходит в доме у Андрея и Брока. Если мы взглянем на камин, то он похож на камин дома Андрея. Это точно не дом Уолта или Джесси. Там они выглядят по-другому. А по поведению Пинкмана, предположу, что Джесси не нашел, что искал. Таймлапсы возвращаются. Далее Джесси смотрит на какой-то дом. Возможно, это уже упоминавшийся дом Андрея. Далее он поднимает Джука. Точно так же, как в шестой серии второго сезона. Вслед за этим мы видим свалку автомобилей. Именно тут Джесси и Уолт встречались с Тука. Тут же Хэнк пытался войти в дом на колесах. И тут же его и уничтожили. На этом моменте начинается третий тизер. Мы видим старого Джо. По телевизору в этот момент говорят о Джесси. И то, что он был учеником Уайта. Если второй тизер будет в фильме, то действия происходят не в начале картины. Джо отвечает на телефон и говорит. Да, я его знаю. Но скажите, кто его сейчас не знает? Предположу, что ему позвонила полиция. И расспрашивают о Джесси. Но возможно, ибо Уолтере. Возвращаемся к трейлеру. Джесси продолжает прятаться от полицейских. Видим, как горят баллоны. Скорее всего, с газом. Предположу, что Джесси сделал ловушку для полицейских. Аналогично, как Уолтер устроил ловушку против неонацистов. В конце мы видим человека напротив Пинкмана. Это Эд. Человек, который помог уехать в Уолту в Нью-Хэмпшир, а Солу в Небраску. Мы слышим Эда. Он спрашивает. Ты готов? И Джесси отвечает да. Перед тем, как подвести итог всему вышесказанному. Если вы смотрели мое прошлое видео, скорее всего, вы зададитесь вопросом. А где же Сол? Давайте посмотрим интервью Аарона Пола и Винса Гиллигана, где они отвечают на вопросы. На вопрос, нужно ли перед просмотром фильма смотреть сериалы, Аарон Пол отвечает, что лучше звоните Солу, нужно пересматривать несколько раз. А Винс переводит это в шутку. Поэтому лично я надеюсь, что Сол вернется, Джесси как-то с ним свяжется, и Джимми каким-то образом повлияет на сюжет картины. В итоге, фильм начинается с того же момента, где заканчивается оригинальный сериал. Джесси приходит к точьему Питу, там же встречает барсука. Мы увидим флэшбеки, в частности с Майком. Учитывая, что Майк появится в фильме, то есть огромная вероятность, что Уолтер вернется. Возможно, сюжет будет завязан на Броке. А также Джесси свяжется с Эдом, и на протяжении всей истории мы будем видеть знакомых нам персонажей. Таких как Пит, Барсук, Джо, Эд и еще многие, которых я упоминал в прошлых видео. Ждем премьеру Эль Камина, он выходит уже в эту пятницу. Верим, что Уолтер вернется. Оставляйте свои комментарии, очень интересно узнать ваше мнение о трейлере и ждете ли вы возвращения Уолтера. Также ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. С вами был Виктор, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok